Три качества успешного фрилансера. Какие это качества вы узнаете в сегодняшнем ролике. Досмотрите его до конца. Приветствую дорогие друзья, меня зовут Александр Сакирко и вы смотрите канал Быть Программистом. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и не забывайте про кнопочку лайк. А перед просмотром ролика напишите пожалуйста в комментарии, какие по вашему мнению три качества нужны фрилансеру, чтобы добиться успеха. Если вы уже написали, давайте продолжим и послушаем, что думаю по этому поводу я. Итак, я считаю, что первое качество это спокойствие. Казалось бы, зачем спокойствие фрилансеру? А оказывается, что спокойствие очень важно. Во-первых, спокойствие помогает организовать правильную рабочую среду и организовать все рабочие процессы. А правильно организованные рабочие процессы избавляют нас от хаоса. Когда в работе нет хаоса, мы успеваем быстрее выполнять важные задачи. Поэтому запомните, первое качество это спокойствие. Далее, где еще мы применяем спокойствие? Рекомендую применять спокойствие при поиске клиентов, при общении с клиентами. Клиенты не из самых добрых людей, иногда общение с ними переходит за рамки. Нам, как фрилансерам, нужно спокойно к этому относиться. Далее, спокойно принимать решения. И в целом, ко всему относиться спокойно. Нам нужно беречь свои нервы. Следующее качество это амбициозность. Кто-то полагает, что амбициозность это плохое качество и сравнивает его, например, с самолюбием. Я же считаю, что амбициозность это скорее целеустремленность. Это скорее упорство. Это скорее способность достигать результатов и целей. И считаю, что именно это качество не позволяет нам деградировать на фрилансе, а стимулирует наш прогресс. Когда у нас есть амбиции, у нас появляется желание достигать каких-то новых этапов, значит мы выполняем более сложные проекты, значит мы изучаем какие-то новые технологии, собственно занимаемся своим саморазвитием и самообразованием. Поэтому я на второе качество смело ставлю амбициозность. Третье качество это умение продать себя. Я считаю, что это наиболее важное качество для современного фрилансера. Это качество помогает нам выделиться на фоне других таких же фрилансеров. Итогом этого качества, конечно, является повышение среднего чека. Но в целом для того, чтобы грамотно продавать себя, мы должны прокачивать несколько параллельно скиллов. Какие это скиллы? Например, это маркетинг, это продажи, это общение, это профессиональная этика, это нетворкинг. Если с маркетингом и с продажами здесь понятно, зачем нам общение и профессиональная этика? Вспоминаем первый пункт про спокойствие, когда мы общаемся с клиентами. Так вот, когда у нас возникает разногласие, сюда пробегает профессиональная этика. Профессиональная этика помогает увеличить лояльность клиентов, помогает увеличить средний чек и просто показывает вас профессионалам в глазах ваших клиентов. Нетворкинг. Зачем нетворкинг современному фрилансеру? Очень важно на самом деле. Фрилансеру не хватает общения. Мы, по сути, зацикливаемся и остаемся в своем маленьком мире и ограничиваем себя, по сути, заводим себя в какие-то рамки и не можем прогрессировать. Общаясь с другими фрилансерами, мы создаем себе новые возможности. Но представьте себе элементарную ситуацию. У вас есть друг-фрилансер, который взял одновременно три заказа. С двумя он сможет справиться, а с третьим, например, не сможет. Если вы общаетесь, он с большой вероятностью и радостью предоставит этот заказ вам. Если вы свободны, вы его выполните. То есть элементарные вещи, которые показывают, что общение и нетворкинг работают, и он двигает рынок. Я уже рассказывал на канале историю о составлении стоимости для разработки сайта. Расскажу ее еще один раз. Она идеально подходит под третье качество. Был разработан сайт. Этот сайт отправили разработчикам, фрилансерам, студиям, крупным студиям, мелким, разным людям, кто занимается и компаниям, кто занимается разработкой. В качестве ТЗ, собственно, и служил этот сайт. Задача была сделать точно такой же сайт, только с другим логотипом. Все эти люди предоставили разные сметы. Например, индус из Индии предоставил смету в 30 долларов за сайт. Средняя студия предоставила смету 300 долларов за сайт. Студия из Парижа предоставила смету на 10 тысяч долларов за сайт. То есть это тот случай, когда одна и та же работа, но стоит разных денег. Почему? Потому что разные люди умеют по-разному себя продать. Если вы сможете себя грамотно продать, будете прокачивать скиллы, которые я только что озвучил, ваш средний чек будет расти, ваши навыки параллельно с этим тоже будут развиваться, и вы обязательно добьетесь успеха на фрилансе. Это были три качества, которые, я считаю, очень помогают молодому, амбициозному фрилансеру. Если вы со мной не согласны, обязательно напишите об этом в комментарии. Если согласны, поставьте плюс. У меня на этом все. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Всем пока-пока.